Гороховая колбаса. Это что-то среднее между колбасой и по щетам. Приготовить такую постную колбасу из гороха очень просто. Итак. 250 граммов гороха промываем и заливаем кипятком. Добавляем 1 чайную ложку соды. Перемешиваем и оставляем минут на 20-30. Спустя время промываем горох и перекладываем его в кастрюлю. Заливаем холодной водой и варим минут 30-40, пока не разварится. Когда горох сварился, добавляем 1 чайную ложку куркумы и 1 чайную ложку соли. Перемешиваем и взбиваем блендером, чтобы получилась однородная смесь. Редактор субтитров А.Семкин Дальше добавляем 1 чайную ложку паприки. Дальше добавляем 1 чайную ложку паприки. Дальше добавляем 1 чайную ложку мясной приправы. Пол чайной ложки мускатного ореха. Два зубчика чеснока. 4 столовые ложки сока из свеклы. Я сделала натуральный пищевой краситель, благодаря которому колбаса будет похожа на обычную вареную колбасу. Размешиваем и добавляем 70 мл подсолнечного масла и 1,5 чайной ложки агар-агара. Это растительный заменитель желатина, еще и полезный на водорослях. С его помощью получается очень похоже по консистенции на колбасу. И еще минуту-две протомить на маленьком огне, постоянно перемешивая. И выключаем. Затем берем бутылку и смазываем ее хорошо подсолнечным маслом. Лучше брать ровную бутылку, без ребер. Выкладываем в нее нашу смесь. Закрываем пищевой пленкой. Или можно сверху добавить несколько капель подсолнечного масла, чтобы не образовалась корочка. Пусть немного остынет и убираем в холодильник часа на 3-4. Готовую колбасу аккуратно вытряхиваем из бутылки. И теперь нарезаем на кусочки. По вкусу, запаху и внешнему виду очень похоже на вареную колбасу. Но по консистенции все же больше напоминает густой паштет. Но зато все натурально и вкусно. И это отличное блюдо в пост. Благодарю всех за внимание и желаю приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...